Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Сейчас многие развитие системы технического и профессионального образования считают как основу экономического роста и в целом развития человеческого капитала. Ну и ключом к успеху считается именно участие в туринском процессе. Давайте начнем нашу беседу с разъяснения почему. Немного что это за процесс. Хорошо, тогда сначала, наверное, начинаем с процесса. Так что туринский процесс это на первом месте анализ политики в сфере профессионального образования и обучения. Но это называется процесс недоклад из-за того, что эта работа происходит в определенном виде. Так что первый очень важный элемент это то, что этот анализ происходит с участием всех заинтересованных сторон. Разные министерства, но также в вашем случае палата предпринимателей, работодатели, представители учебных заведений. Так что все, которые создают эту очень комплексную систему. Так что вовлечение стейкхолдеров. Второе, анализ основан на фактические данные. Фактически тоже используя мнение тех основных, которые находятся внутри этой системы. Третий, это анализ, который смотрит на профессиональное образование и обучение широко. Так что это не анализ только того, что происходит, смотря на школы, на то, что связано с министерствами. А именно на то, насколько система соответствует экономическим нуждам и требованиям, но тоже амбициями. Насколько система соответствует социальными амбициями, нуждами, демографическими тоже. В случае Казахстана это очень важный элемент. Как организована сама система и насколько эффективно она управляется и насколько уделяются нужные финансовые ресурсы. Так что это такой обширный взгляд. Не для того, чтобы в конце был только один обзор. Но для того, чтобы страна, которая в этом участвует, получила реальные рекомендации о том, как улучшить свою систему. И туринский процесс, многие, наверное, слышат про Болонский и сразу два итальянские города, является, скажем, международной работой. Так что это работа, которая была инициирована Европейским фондом образования, как агентство Евросоюза. И которая предлагает тем странам, с которыми работает ЕФО, это приблизительно 30 стран, которые находятся вокруг Европы. С юга на восток до севера. Так что это работа, которая происходит в многих странах. И это означает, что эти обсуждения, обзоры не только для тех, которые работают в стране. Они могут служить и для обмена опытом между странами. Естественно, тоже, чтобы обмениваться опытом, который происходит из Европейского союза. Так что много амбиций одновременно. Ну вот Казахстан как раз-таки участвует в этом туринском процессе с 2010 года. И все это время вы координируете весь процесс именно в нашей стране. Какие изменения, на ваш взгляд, произошли? В системе или по работе в процессе? В вашей системе профессионально произошли очень-очень многие и существенные изменения. Это первое, что надо сказать. Я думаю, что можно только поздравить всем тем, которые вовлечены в эту сложную работу. Я думаю, что надо назвать ряд таких существенных изменений. Потому что они меняют систему как такова. Первое это принятие квалификационной рамки. Это звучит сейчас очень технически. Но это, скажем, новый подход к образованию, который пытается лучше связать нужды экономики с образованием. И тоже, который делает образование более гибкое. Экономика меняется, никто из нас не может один раз учиться где-то не было. Нам всем придется менять работы, получить новые навыки. Так что системы должны быть гибкие, они даже не соответствуют. Это новый реаль. И это был один очень существенный, важный шаг. Тоже важный, связанно с этим, это то, что произошли реальные изменения в взаимодействии между системой образования и экономикой. Я думаю, что то, что палата предпринимателей сейчас, уже много лет после того, как система была принята в 2012 году, играет важную роль. Так что какие-то власти, которые раньше были в министерстве, передали работодателям. Это очень-очень важный шаг для того, чтобы эти две части были партнерами, реальными партнерами. Так что это важные изменения. Естественно, внедрение в дуальной системе является очень важным шагом. Происходят такие же развития в Европейском Союзе. В том смысле, что в последние 10 лет было сделано очень много, чтобы было более того, что мы называем снова в техническом жаргоне обучение на рабочем месте. То, что у вас дуальная система. И это снова очень существенный шаг, чтобы приблизить экономику работодателей с сферы образования. Третье, которое я назвала бы, это важный социальный элемент, тоже связанный с нуждой экономики. Два года назад, тому назад, начало программы профессионального образования и обучения для всех. Делать образование и обучение более доступным, потому что не все, которые могли бы учиться в этой системе, могут обязательно это себе позволить. И в самом деле тоже экономике нужны определенные профессии. Так что это действительно большие существенные изменения. Четвертое, которое я хотела бы назвать, это такой сквозной, очень важное. Это сильное изменение, которое произошло в связи с исследованием. Казахстан бурно работает с ОСР. Вы принимаете участие практически во всех главных исследовательских проектах в сфере образования. И это очень важно, чтобы хорошо понимать, что происходит, не только связано с ОСР, но тоже, как вы на национальном уровне развиваете свои национальные системы, национальную базу данных по образованию. В сфере занятости тоже есть такие развития. Так что это существенное развитие, сложное. У вас страна большая, много студентов. Понятно, что, может быть, не сразу везде это ощущается, но это такие существенные изменения. Думаю, что в ближайшие годы вы будете получить такой большой результат этих больших изменений. Ну вот хорошо, вроде бы есть планы, есть амбиции. Но вот как вы считаете, что необходимо, какие бы предложения вы внесли для дальнейшего, так сказать, развития, для дальнейшей модернизации именно системы в целом? Я подчеркнула то, что сделано, потому что это корни изменения. И с ними надо продолжаться. Они в начале, они настолько большие. И реально столько изменилась экономика, то, что ожидается от образования, тоже важно. И я думаю, что очень важно это изменение, которое происходит, над которым надо еще очень много работать, чтобы система образования, обучения, образования стала более гибкой, еще более доступной для разных групп населения. В самом деле в Казахстане есть группа молодых людей, которые пока не участвуют в сфере образования. И значит, что их таланты как-то потеряны для экономики. Такие группы снова существуют везде в мире, и в Казахстане они тоже есть. Это не особенно большая группа, но значит, что эти возможности не используются. Вы начали с вопросом инклюзии. Это тоже очень важный вопрос для вовлечения всех граждан в образование. Естественно, все изменения связи с экономикой. Изменения начались, но это не значит, что не надо еще очень много делать. То есть у нас есть еще большой потенциал, который мы должны, в принципе, и грамотно использовать. Да. Успех нас ждет. Спасибо вам большое. Я желаю и вам успехов. Спасибо за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях была Кристин Хэмшемайер, старший эксперт Европейского фонда образования и координатор Туринского процесса в Казахстане. Всего доброго. Спасибо.